Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас обзор на философский фильм, поэтому и обзор будет иметь достаточно философский окрас. Нельзя сказать, что в этом обзоре есть явные спойлеры, но нельзя сказать, что их нет. Однако, если вы не смотрели фильм «Весна-лето, осень-зима и снова весна», то данное видео совершенно не испортит ваше впечатление о нём раскрытием каких-то сюжетных линий, так как я постарался в этом ролике поразмыслить о некоторых ключевых вопросах, обозначенных в фильме, при этом не указывая на них явно. «Весна-лето, осень-зима и снова весна» — это очень простое кино. Здесь нет никаких загадок. Всё показано крайне открыто и прямолинейно. Однако размышлять над увиденным можно бесконечно, каждый раз находя что-то новое. Тут не надо выискивать скрытые послания режиссёра, отсылки, детали и прочие вещи, которые в последнее время стали не более чем продуктом маркетинга, дёргающего за основной инстинкт человека, коим является желание узнать нечто скрытое. И даже когда, казалось бы, в таких картинах есть какая-то претензия на искусство, в действительности она как будто лишь пытается заигрывать с некими подлинными смыслами. Один из последних ярких примеров этого, хотя думаю, что кто-то со мной не согласится, это фильм «Джокер» 19-го года. И хотя он как бы пытается обозначить некие вопросы, показать некоторые недостатки и выявить проблемы, размышлений над всем этим, в отличие от разбираемого сегодня фильма, в нём нет. Что уж говорить про остальные, менее удачные картины, кои исчисляются сотнями, а то и тысячами. Отличие подлинного философского фильма от того, что пытается им казаться, это абсолютная естественность, подобная человеку, познавшему прозрение. Автор не прячет от тебя смыслы и не нагружает их двойственностью, не подменяет, не отсылает к ним еле заметными кадрами и так далее, а наоборот, показывает их зрителю как бы обнажёнными, потому что он не хочет, чтобы ты искал их, он хочет, чтобы ты размышлял над ними, понимаете разницу? Режиссёр показывает тебе полностью начатую и завершённую историю, со всеми нужными нюансами и смыслами, и основная задача подобных творений заключается прежде всего в том, чтобы оно меняло зрителя, меняло по-настоящему, чтобы человек, который посмотрел эту визуализированную мысль автора, изменился хотя бы на малую часть от того, кем он являлся до просмотра, до того, кем он может стать в своём более лучшем содержании. Конечно, при условии, если он смотрел это произведение хоть несколько осознанно. Ты понимаешь через показанное и объяснённое автором какую-то часть человеческой личности, отвечающей за какие-то определённые вопросы, а значит и выбор. И когда ты чувствуешь, что после просмотра приблизился к своей лучшей форме, идеалу, абсолюту, богу и так далее, это всё может иметь тысячи названий, однако суть всегда одна. Всё это не более, чем ты в своём максимальном выражении. Так вот, если хотя бы на малую долю ты к нему приблизился, хотя бы на время, хотя бы даже как-то разглядев вектор этого направления, значит это хорошее искусство. И если же ты чувствуешь, что отдалился, то какое бы оно ни было невероятное, великолепное, красочное, облизанное критиками и всеми остальными, если этого не происходит, это плохое искусство. Если же ты ничего не чувствуешь, то это и не искусство совсем. Данная картина не лишена жестокости. И знаете, если взять просто бесчисленные примеры тех фильмов, где жестокость выставлена во всевозможных своих проявлениях, я даже не знаю, какой правильно синоним можно подобрать к тому разнообразию жестокости, который существует в современном синема, Так вот, если взять множество этих картин, то та жестокость, которая показана в данной ленте, выглядит настолько натурально и выражена режиссером, что я бы сказал, это один из тех примеров, где ее можно назвать совершенной. Она абсолютно аморальна, беззаконна и неосознанна. Когда же носитель жестокости осознал ее, тогда начала действовать власть настоящего закона. Закон, о котором тебя судит твоя собственная совесть. Ибо страшнее судьи, чем ты сам, не был, нет и не будет. Лишь осознав и признав преступление, можно по-настоящему осознать его последствия и тем самым определить меру наказания. И в то время, когда в нашем социуме подобное деяние едва ли подверглось хотя бы какому-то вменяемому наказанию, твой внутренний судья выносит тебе приговор такой, какой бы в нашем мире не вынес никогда ни один суд. Осознание подлинной ценности того, на что решил посягнуть главный герой, осудило в итоге его на вечное, по крайней мере в этом мире, вечное наказание. Потому что согласитесь, что только совершенное наказание может являться справедливой мерой приговора к деянию совершенной жестокости. И поскольку судью являешься ты сам, то ты понимаешь, что это единственный возможный приговор. Сейчас же я позволю сделать себе некоторую ремарку. Именно по этой причине милосердие стоит выше закона. Вначале устанавливается нарушение, далее приговор и справедливая мера пресечения. И уже потом, после оглашения приговора или же по прошествии какого-то срока меры наказания им вынесенным, милосердие вступает в этот процесс, тем самым имея власть над законом. Отменить, смягчить или еще как-то иначе упразднить приговор. И хотя у нас сегодня фильм с буддийским окрасом, поверьте, истинный закон на религии не разделяется. И вспомните канонический Новый Завет. После становления закона приходит Иисус, который дарует прощение, тем самым выступая милосердием. И есть там вот такая фраза «Делами закона не оправдается перед ним, имеется в виду перед Богом, никакая плоть». Понимаете, в чем особенность наших с вами жизней? Любой человек, если взвешивать его дела на чашах весов и определять меру пресечения исключительно по его делам, где зуб за зуб, глаз за глаз и так далее, никак не сможет быть оправдан, потому что не хватит ему ни глаз, ни зубов, ни рук, ни ног, ни языка. Ведь, как считается, на тех весах и крыло мухи имеет вес. Вообще, на мой взгляд, данное произведение можно считать классическим в самом хорошем смысле этого слова. Ведь в нем мы видим рост личности, как бы основные этапы, ошибки и расплаты за них, переосмысление ценностей, борьбу со своими внутренними демонами, где порой они одерживают победу, а порой победу одерживает главный герой. Также мы видим и человека, который является проводником к осознанности для главного героя. Это учителя. Величайшее благо для человека, пожалуй, величайшее из всех благ, которые он только может получить в этом мире, это найти того, кто наставит тебя на верный путь. И знаете, не всякую картину нужно разжевывать. Не в том плане, что она не заслуживает множество размышлений, а в том, чтобы подчеркнуть некоторые из основных мыслей, оставить плац для собственного размышления зрителям, особенно для смотрящих в первый раз. Ведь каждый человек в силу своих особенностей может сделать свои выводы, заострить внимание на том вопросе, который зацепит его. И даже общее послевкусие от картины не будет у всех одинаковым. Потому что философия – это всегда только ваша философия, а размышление – это только ваше размышление. В некотором смысле это и есть путь каждого человека. Именно поэтому я не хочу мешать вашим личным размышлениям тем, что буду разбирать этот фильм в деталях, по сценам и так далее в привычном формате, так как в действительности этот фильм и не требует этого, потому что, повторюсь, в нем все показано максимально прозрачно. Но поскольку фильм действительно философский, то про эту самую философию я позволю себе высказать пару слов. Итак, на мой взгляд, то, кто, что и как тебе разъясняет некий предмет или вопрос – это не есть философия. Философия – это твое размышление. Иной раз лучше размыслить самому менее верно, чем услышать более лучшую интерпретацию от постороннего. Философия в переводе – это любовь к мудрости. Мудрость же не достигается объяснением, как и сытой желудка не достигается запахом пищи. Объяснением достигаются лишь знания, но эти знания, как правило, приурочены к какому-то одному предмету, объясняющий его. Мудрость же – это понимание сути вещей. Ее можно только осознать, прийти к ней. Она, как и совершенно любой навык, дается тебе твоим трудом. К примеру, ты можешь посмотреть тысячи поединков и не возымеешь навыков бойца. Можешь слышать миллионы музыкальных композиций, но при этом не уметь играть даже на самом простейшем инструменте. Также можно и прочитать тысячи книг, послушать сотни умных людей, но не пробуя самостоятельно при этом размышлять, не будет от этого никакого толку. И в этом есть смысл правильного философского искусства. Подтолкнуть зрителя к самостоятельному размышлению. Знаете, с самого начала существования канала я хотел сделать обзор на этот фильм. Но особенно в этом случае это возможно сделать только при наличии вдохновения. А оно, как вы знаете, времени выбирает. К примеру, сейчас у меня 5 утра, и я записываю эти мысли, думаю, как странно, что именно перед этим эссе я выложил обзор на так называемую корейскую дораму, где одну из главных ролей сыграл тот же старик, что и в данной ленте, о чем я вспомнил лишь во время написания этого текста. Я также постарался сделать данный ролик таким, чтобы он не был излишне затянут, чтобы обозначить и несколько развернуть какую-то одну или пару мыслей, не потому, что мне больше нечего сказать, и не потому, что по этому фильму нельзя сделать обзор хоть на 5 часов, а потому что мысли такого рода, если они вписаны в длительное размышление, излишне присыщают разум слушателя, как следствие утомляя его, а в итоге, как правило, не оставляют в памяти какой-то плод к размышлению. Надеюсь, у меня получилось обыграть спойлеры к данному фильму, но в то же время сделать его интересным, как для тех, кто уже смотрел киноленту, так и для тех, кто еще не видел ее. Хотя я, как и прежде, считаю, что хороший фильм спойлером не испортишь. И, пожалуй, про данный фильм я могу точно сказать, что в десятку моих самых любимых картин он точно входит. Приятного вам просмотра и размышлений. Надеюсь, до новых встреч. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok